МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах сегодня. Режим повышенной готовности в Дагестане усилен. Запреты коснулись целого ряда сфер деятельности. Подробности об этом расскажем в выпуске. Различные ведомства переходят на особый режим работы. ГИБДД будет оказывать госуслуги по предварительной записи. Заменили крышу и взяли шефство. Активисты ОНФ не спят. Очередная забота о ветеране в войне. Глава Дагестана Владимир Васильев встретился сегодня с мухтем республики шейхом Ахмадом Афанди. Главным образом на встрече обсуждались совместные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Я вас пригласил, чтобы обсудить нескольких таких важных вопросов, которые сейчас так волнуют людей. Ум мусульманскому отражает большую часть нашего общества, самую духовную часть. Поэтому, конечно, ваше слово, ваше линии очень важны. На сегодняшний день у нас, если говорить о постоянном сегодня, один случай, который подтвержден исследованием в центре специализированного. То есть у нас все-таки такой человек был, есть контакт, они проверяются. Сегодня в лечебных учреждениях 17 человек, которые сдали анализы, по которым идет уточнение. Там такой порядок. Сдается анализ, затем обращаются в федеральный специализированный центр, чтобы не было ошибки, но люди госпитализировались. И 903 человека, которые общались с тем, кто у нас обнаружен, которые прибыли откуда-то. Ну и, конечно, сейчас очень важно, особенно важно, мы с вами люди уже не молодые, так принято у нас в Дагестане, это огромное достоинство нашего общества, уважение к старшим. И всегда мы ориентировались на старших. Сегодня такой момент, когда мы должны все позаботиться о старшем, поберечь их. И вот сейчас президент принял решение о том, чтобы сделать вот такой перерыв для всех, чтобы люди не ездили на работу, не ходили. Могли побыть дома. Но это не значит, что нужно общаться. Особенно, вот как, кажется, хочется проведать старшего. Вот сегодня у моего товарища, давнего друга, умерла мама. Ну это святое, это понятно. Но так вот есть крайние необходимости. Мы исходим из того, что делать этого нельзя. Просто из соображений добра и заботы от наших же близких. Они у нас в горах, да, там в чистом условии, там ничто не угрожает. Но если кто-то случится, ну не дай бог, имел контакт, привезет туда, какие будут последствия? Мы видим это, видим в Италии, в Испании, в других государствах. Да и у нас тоже, в Москве сейчас немало людей, которые инфицированы. Дагестанцы, особенно мусульмане, отличаются такой чистоплотностью. И еще плюс вот эти рекомендации, которые нам дает и наш санэпидемврач, главный врач, и медицина, они помогут нам эту беду ограничить, не дать ей распространиться в нашей республике. Это самая, наверное, главная задача. В связи с этим я и решил вот встретиться. Спасибо большое, что откликнулись. Человек сейчас как никогда хочет услышать своего пастыря, проповедника. Но вот такие условия, в которых такие непростые решения приходится принимать. Беспокоиться о людей – это значит долг и по возрасту, и по долгу службы, во всех отношениях. И кто болеет, главное, чтобы на нем это ограничилось, и больше он не передавался дальше. Это все возможные меры. Конечно, мы будем принимать, подключая врачей. И сам ислам, религия и так требует от людей соблюдения этих всех правил. А сейчас дополнительно будем подключать и врачей. И если, конечно, вот такое беспокойство с вашей стороны, нам это намного облегчит вот эту проблему. И то, что вы заметили, умерла мать близкого вашего человека, это тоже в Дагестане, вы знаете, очень проблемное дело. Все люди ездят, стараются показать ему сочувствие. Этому тоже, конечно, я сторонник, чтобы эти поездки ограничивались. Пусть близкие люди едут, хоронят, и на этом можно ограничиваться. Конечно, проблемное место, проблемное время – это пятничная молитва. Потому что это идет не от нас, а от Всевышнего. И в этом случае мы подумаем, чтобы хотя бы было собрание наименьшее количество, по мере возможностей. Ахмаз Хаджи, спасибо вам большое за эту позицию. Я вам очень признателен. Во всех сложных вопросах вы всегда занимаете позицию, которой следует и посвятили свою жизнь. И она, вот я еще не помню, случая, чтобы расходилась с теми задачами, которые передо мной ставит президент, закон, мои обязанности. Еще 10 человек госпитализированы за минувшие сутки с подозрением на коронавирус. Общее число больных с признаками заболевания достигло 19 человек. Среди них один ребенок, сообщает Минздрав Дагестана. Большинство из них находится в Республиканском центре инфекционных болезней. Еще двое в больницах Хасаверта и Левашинской районной больницы. Все пациенты размещены в изолированные инфекционные боксы. Четверо заболевших на домашнем лечении. Напомним, на сегодняшний день в Дагестане лабораторно подтвержден один случай коронавируса. А Роспотребнадзор советует родителям в период эпидемии максимально исключить контакты детей с другими людьми, а также проводить частую дезинфекцию дома, проветривать помещения. Покупки из магазина, равно как и открытые участки кожи, следует обрабатывать. С сегодняшнего дня на территории Республики запрещено проведение массовых мероприятий. Указ об этом был подписан главой Республики накануне. С 30 марта по 5 апреля закроются на карантин ночные клубы, кинотеатры, детские центры и другие места отдыха. Приостанавливается также работа банкетных залов, ресторанов и других точек общепита. Религиозным организациям всех конфессий также рекомендовано ограничить проведение обрядов с массовым участием граждан. Власти рекомендуют соблюдать режим строгой самоизоляции гражданам старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Городскую клиническую больницу готовят к приему пациентов с коронавирусом. По поручению министра здравоохранения Республики в клинике начались подготовительные мероприятия. Медучреждение приводится на особый режим работы. Один корпус уже освобождают под прием больных COVID-19. По словам руководства больницы, в обычном режиме стационар может принять порядка тысячи человек. В медучреждении работают около полутора тысяч человек, включая как медицинский, так и вспомогательный персонал. Всех их начинают готовить к работе с инфекционными больными. Из-за угрозы распространения вируса госавтоинспекция Дагестана также переходит на особый режим работы, который направлен на минимализацию личного общения и защиту граждан и сотрудников ГИБДД. Регистрация автомобиля, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений, свидетельств, всех услуг, связанных с деятельностью инспекции, теперь будут проводить только по предварительной записи на портале госуслуги. Экзамены на право вождения в автошколах будут проводить согласно термометрическому обследованию. То есть кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут. За нарушение сроков регистрации транспортных средств меры наказания пока применяться не будут. Это коснется только тех автовладельцев, которые приобрели автомобили в период перехода на особый режим работы. Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений теперь будет осуществляться только по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг госуслуги.ру. Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства, внесенном в его конструкцию изменениям требований безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств, перевозке опасных грузов, выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства будет осуществляться по предварительной записи по указанному телефону и адресу электронной почты. Просьба отнестись к данной проблеме с пониманием, учитывая, что ваше здоровье для нас превыше всего. Прекратила личный прием также служба судебных приставов республики. Информация от граждан будет приниматься по телефону, через электронную почту и в письменной форме. В каждом структурном подразделении ведомства установлены ящики для приема корреспонденции и обращения граждан. С заботой о ветеранах. Активисты ОНФ в Дагестане заменили протекающую крышу в доме бывшей узницы концлагеря. Ветеран войны и заслуженный учителем республики Людмила Солмина пожаловалась общественникам на протекающую крышу. В период дождей, по словам пенсионерки, вода подтапливала кухню. Я не ожидала этого. Я не ожидала. Я думала. Я даже когда приезжали ко мне волонтеры из Махачкалы, я даже не говорила об этом. Просто журналист зашла в кухню и говорит, а что это у вас там за дыра? Она. Я говорю, ну где-то крыша течет там. Ну как-нибудь до лета, летом потом я. И вдруг, пожалуйста, приезжают целая бригада учителей, учительницы приезжают. Вы представляете? Ну это вот как это все? Я не знаю. Это неописуемое чувство. Людмиле Солминой было всего 6 лет, когда немцы увезли ее вместе с мамой из Минска в концлагерь. После военных годов Солмина уехала работать в Кизляр. Здесь же она вышла замуж и 55 лет проработала в местной школе. Узнав о том, что в доме ветерана протекает крыша, общественники выехали в Кизляр и заменили кровлю. Кроме того, они привезли пенсионерке продуктовый набор и взяли над ней шерство в рамках акции «Забота о ветеранах». Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин